Хмурый нашел нужные документы в метро 15, а кроме этого нашел и кучу других полезных бумаг. Пока ученые работают над лекарством, на связь вышел командир военных, который поймал Хмурого с лесником в самом начале. Кажется, он хочет что-то обсудить. Кроме того, у наемника имеется очень много дополнительных поручений, которые тоже нужно выполнить. Друзья, если вам с опозданием приходят уведомления о новых видео и стримах или вообще не приходят, я рекомендую подписаться на рассылку ВКонтакте, она-то уж точно никогда не подведет. По традиции желаю приятного птица всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. Я поиграл немного за кадром и выполнил некоторые задания. Объясняю почему, потому что я хочу пройти контракт на новую жизнь до конца этого года. Почему? Потому что чаще всего в начале очередного года выходит огромное количество модов, ну по крайней мере так было последние пару лет. Не огромное количество, но парочка точная, и в этот раз я не хочу их пропускать, хочу их сразу начинать, как только они будут выходить. И вот я пропустил контракт на новую жизнь, потому что играл в ДДР. И теперь, как говорил Ковальский, майор мы в полной жопе. Смотрит мало кто, потому что все уже видели, все уже знают о чем тут. Поэтому как-то так. Но, если я хочу побыстрее пройти, не знаю, что я буду спидранить, просто я за кадром сделал кое-какие вещи, которые мог бы сделать и на записи, но они бы заняли довольно много времени. Во-первых, я наконец-таки отыскал все радиоматериалы, сдал их технику, теперь он чинит по нормальному курсу и грейдит по нормальному курсу. Я тут все погрейдился, вот так вот я загрейдил винторез пока что. Вот так вот я загрейдил чейзер, в принципе, я больше не планирую его грейдить. И вот так вот экзач, вот. Теперь у меня есть бег, теперь у меня все есть, собственно. Денег у меня пока мало, я знаю то, что мне по сюжету понадобится 150к, но вот я по пути тут еще пофармил мутантов, пофармил артефакты и выполнил одно поручение, точнее, просто снял показатели с аномалии огненный беспилотник для Щербана. В принципе, это все, что я сделал, вроде бы, да? А, и также я обыскал самолет, о котором писали, и с него я получил вот такой вот модуль памяти. Модуль памяти никто не может разблокировать из двух техников, доступных мне, кроме того, что в баре. Я вообще про него и забыл. Так, ну, давайте перед началом я продам нафармленное, потому что, ну, решил сделать это на серии. Сдаем детали технику, получаем 18 тысяч за это. Далее, сдаем сначала часть тел мутантов, которых у меня не так уж и много, но, тем не менее, 11 тысяч я за это получаю. И сдаем артефакты, которые мне не нужны. Вот это что такое? А, это огненный шар такой. Но мне вот эти все арты не нужны, я их продам. Какой-никакой билд из артефактов я себе составил. Это у меня батарейка, медуза, душа и вот этот артефакт, который я нашел в тайнике, узел. 50 тысяч я получаю за артефакты. С ретифармить тут очень просто. Тут после выброса спавнятся все артефакты обратно. То есть, вообще не проблема. Так, ну и что теперь? Давайте теперь спустимся в бар и посмотрим, что нам скажет тот техник. О, 300 фпс, как же я по вам соскучился. Так, вот этот техник, я вообще о нем не знал, если честно, но и забыл о его существовании. Здорово. Ты можешь разблокировать модуль памяти? Без проблем, 6 тысяч рублей он разблокирован. По рукам? Да, вот деньги. Окей, не уходи, я быстро. Ну вот, готово. Отлично, спасибо. Хорошо. Почини меня дробовик. Ага, пошел ты с такими ценами. Он даже не поврежден. Вы посмотрите, он 800 рублей за это требует. Какой-то развод, я считаю, на деньги. Так, и что? Тенгиз разблокировал модуль, открыв доступ к информации, которая была собрана разведчиком. Среди прочего, в ней содержатся пеллинги одного радиомаяка. Имеются какие-то координаты, а также какой-то код, от чего он неизвестно. Угу. И у нас появилась вот метка с самолета, получается, ну с беспилотника. Хотя нет, это был не беспилотник, кстати, по-моему. Не знаю. Ну, в общем, я сегодня планирую вот сюда сходить, тут все выполнить. Ну и полагаю, вот это тоже по главному квесту чуть-чуть продвинуться. Так, и с охотниками, с охотниками нужно сходить на сафари. Я вообще забыл про охотников, поэтому поднимаемся наверх и идем говорить с охотниками. Так, я поднялся без энергетиков, кстати, все равно тяжеловато бегать в экзаче. Несмотря на то, что я его облегчил, переносимый вес, дополнительно вкачал восстановление выносливости и все такое прочее. Плюс у меня еще на поясе арт на восстановление выносливости. Все равно с выносливостью тут беды жесткие. Ладно, здорово. По рукам я с вами. Все, теперь они будут бегать со мной и у меня появилась еще куча дополнительных отметок. Так, блин, и мне с ними вот это вот бегать, херней страдать. Ну ладно, побежим сначала сюда, заодно и в аномалию остров. Не знаю, стоит ли, будучи с этими пацанами, мне идти сейчас говорить с военными, не понял. Опять тут какое-то загадочное убийство произошло, опять погибли пацаны. Опять вдвоем. Что тут, черт возьми, происходит? О, и опять артефакт тут какой-то. На сей раз колобок. Не, говорю, это с этой аномалией катится. А пацаны, видимо, не могут через брешь в стене пройти, и они пошли обходить. Ну, удачи. Я все равно тут быстренько арты возьму и все. Так, душа очередная, ловим, ловим, кровь в камне. Что еще? Еще одна, все, найс, можно валить. Кровь в камне и ломать мясо, вот. Так, ну и погнали на первый отряд мутантов. Так, не знаю, тот ли это отряд мутантов или нет, но у нас здесь плоти. Да, 6500 мне сразу за это дали. Ну и не знаю, блин, рисковать, не рисковать, идти сюда, как пока я во время квеста. Ладно, давай, просто мне сюда будет потом лень заглядывать еще раз. Хотя, если что, тут есть недалеко, тоже отряд, ну ладно. А, наверное, вот так вот пробегусь. Да, я думаю, так и сделаю. Вы по кому стреляете? О, ужас, они на кого-то загрелись. Короче, давайте, удачи вам. Они у него загрелись на вот этих зомбированных. Я тогда пока поговорю с военными, пока они там воюют. Здесь у нас появился техник и медик, кстати. И у какого-то оружия слишком... Вот вы слышите, да? Короче, что-то со звуком сделали этому оружию. И оно теперь слишком громкое. Как у вас с патронами? Пока неплохо. Понятно, короче, у него можно патроны и гранаты, если что, попросить. Но мне они не нужны пока что. Так, медик, мне нужны медикаменты. У нас их нет, да и хер с тобой. Ладно. Гоша Эстет. О, здравия желаю, ты как раз вовремя. Вы отправили сообщение. Что случилось? Что насчет нового вертолета? Это наш командир тебя позвал, но сам отправился куда-то на разведку. Приказал ждать его здесь. Так вот, насчет вертолета. Мы не можем связаться со штабом. Что-то или кто-то глушит сигнал. И что делать будем? Несколько наших солдат уже пытаются устранить эту проблему, но этого мало. Твоя помощь бы очень пригодилась. Жду подробностей. В принципе, мы отследили все подозрительные сигналы, которые портят связь. Их координаты у нас есть. Нужно лишь устранить их. Двое наших уже отправились на это задание, но везти от них нет. Они не отвечают. Мог бы ты сделать эту работу за них? Кстати, ты можешь пополнить боезапас и медикаменты у наших солдат. Я разрешаю. Если это поможет поскорее убраться из зоны, я в деле. Давай координаты. Понятно, можно пополнить боезапас и медикаменты, но медикаменты... О, теперь удаёт. Нормально, спасибо. Вот медикаменты мне пригодятся, а боезапас мне не очень нужен, если честно. Я с винтореза, кстати, вообще ещё ни разу не пострелял. Так, что это? Это привал военных, мне отметили. Это необходимо деактивировать, необходимо деактивировать. Ну, я же говорю, вот так вот пойду. Вот, тут загляну квест, дам. Тут посмотрю, что у нас спрятано. И потом вот так вот вернёмся. Попутно вот это всё выполню. Фля, какой план придумал. Ладно, погнали, деактивируем первую помеху. Так, и что это? Вот эта вот херня нам мешает. Просто тут доски сложили. Тут даже нет никакой электроники, никаких проводов. Ничего нету. Как это может быть помехой? И что это? Нужно как-то взорвать или что? Если взорвать, то... Ну, у меня есть гранаты, конечно. Так, ребята, а ну-ка отойдите. Нам нужно взорвать деревяшки. Они очень портят нам связь. Вы не представляете, насколько. Ой, надеюсь, вас не зацеплю. Ложись, гранаты. Ой, я перекинул. Ну, что-то деревяшкам похер. А, нужно всего лишь А нажать. Вот я дебил. Деактивировать глушилку написано. Не, ну глушилка, да, достойного уважения. Ну, давай. И что я сделал? Подпилил одну дощечку и всё. Глушилка деактивирована? Не, ну да. Опасность, конечно. Просто капец. Ладно, погнали деактивировать вторую. Правда, для этого мне нужно подняться наверх здесь. Энергетик вообще ничтожно мало тут действует. 60 секунд всего лишь. Да кому нужен такой энергетик? Поставили хотя бы 2 минуты, я не знаю. Энергетик не то, чтобы тут сильно восстанавливать выносливость, так он ещё и мало работает. Ужас. Я вот с энергетиком устал. А я напомню, у меня ещё восстановление сил в комбезе и на поясе. Так, а это что такое? Какой-то тайничок. Ну-ка. Три радиопротектора. Да, это кояси. Так, подпиливаем очередную глушилку. Теперь пойдём уничтожим мутантов поблизости. Ммм, тушканы. Да, очень опасная стая мутантов на самом деле. Я их могу и ножом перифигарить, наверное. Ну, пару раз они укусили. 6 тысяч не за них дали. Ладно. Ой! Вот этого я вообще никак не ожидал. Это что за фигня? Ладно, больше лута, больше денег. Опять они в кого-то стреляют. В кого? В собак, которые тут очень далеко. Нахрена? Ладно, я побегу на базу. На старый КПП. По поводу твоих заданий. Всё, вот последние результаты. 5500 он даёт. Есть ещё работа? Ещё есть. Да, есть кое-что. Мне нужно, чтобы кто-то принёс учёному на ВНЗ этот конверт. И чтобы лишние глаза в него не заглядывали. Берёшься. Посылка не срочная. Там кое-какие отчёты по аномалиям. Но доставить лучше как можно быстрее. Хорошо. 2000 запечатанный конверт. Вот и прекрасно. Держи аванс. Вторую половину положишь у профессора. Я сейчас сообщу ему о тебе. Он будет ждать посылку. Понятно? Ну, в принципе, это по пути. Хорошо, теперь идём уничтожать следующую стаю мутантов. А эти тут что-то застряли. Стоп. Подожди. Что за мутанты друзья? Или что это? Вы это видите? Это странно. О, это снорки. Это, оказывается, тут сталкерьё было, но их загрызли. Да. Люблю снорков и всё, что с ними связано. Лучшие мутанты просто. На, получи. 10 тысяч. Всё. Это... Да, пацаны исчезли. Серьёзно, всего три отряда нужно было уничтожить. Ну, вот я и выполнил сафари. А это что такое? А, помеха очередная, точно. И это тоже помеха. Тут чёрный ящик, тут помеха. Кстати, писали то, что тут можно сварок найти. Или велес, что-то такое. Надо будет проверить. Но сейчас я бегу на модуль памяти. Так. И что это такое? Какой-то бандит и синий кейс. Бандит абсолютно пустой. Колян эстет. Что за кейс? Посматриваем. Так. Ээээ, понятно всё. Пытались через зону привезти наркотики. Всё пошло не по плану. Нас сбило что-то в небе. Ладно, груз целый. Я отправляюсь к клиенту пешком. Главное на мутантов не нарваться. Понятно. Кладмен мудак. Всё, что я могу сказать. Ладно, пойдём на помехи. Только не говорите, что это помеха где-то вот наверху. Пожалуйста. Просто это так будет кринжово. Она наверху, вон она. Капец. То есть, чтобы мне её деактивировать, мне нужно вот так вот пробежать. Вот так вот залезть. И тут вот... Так, пока бежал к этим деревяшкам, которые портят нам связь, я нашёл кровавый кошмар убить мутантов. Задание выполнено. Что? У меня тут задание было убить кровососа, по-моему. Ха. Я думал, только в Кулов Чернобыле задание выполняется сами по себе, но нет. И тут у нас абакан с 60 патронами. Но мне он не нужен. И продавать мне его тоже незачем. Поэтому денег за него много не получу. Чисто лишний вес. Он мне сейчас будет вынослись портить. Поэтому пусть он тут и останется. Хотя. Ну-ка. Я возьму его, допустим. Да нет, в принципе, я так же теряю вынослись, как и обычно. Так, хорошо. Теперь идём вот сюда. А, нет, смотри. Сафари ещё не выполнено. Метка квестового персонажа мод может и исчезла. Я не знаю, куда он делается, кстати. Но у меня тут ещё один всё-таки квест по сафари есть. Ну и вроде всё. Вот это точно... Нет, не точно. Вот два отряда мне ещё надо уничтожить. Я ошибся. Ну ладно, не проблема. Так, всё. Последние деревяшки остались тут. Как раз около базы. То, что нужно. Ну и здесь кабаны. О, блин. Успел сапнуть. 8 тысяч за них мне дали. Ну и один чел в ВК мне просто проспамил всю личку вот этим тайником. Который здесь находится. Ну вроде как здесь. Не знаю. Сейчас проверим. Этот тайник мне не очень-то и нужен. Но раз уж я оказался рядом, то, во-первых, я завалю вот этих плотей. Вот. Во-вторых, залезу в этот грузовик. Вот здесь вот. Рюкзак. В нём, собственно, пузырь. Он мне вообще не нужен был, серьёзно. Но вместо медузы повешу и так уж и быть. Ну всё, больше тут ничего нету. Куда движем теперь? В деревню, наверное. По пути могу загнуть в аномалии огненный беспилотник. Хотя, по-моему, там ничего нету. Ибо после последнего выброса я там уже всё прошерстил. Я, кстати, ещё за кадром получил два достижения. Это мастер высоких технологий. Ну, потому что я сдал все три инструменты. И мастер боевых систем. Вот. Сразу два достижения дала почему-то. Правильно. За окуня. Ну и состоятельный клиент. То, что мне за 100к перевалило денег. Жаль, не подписывал ты на втором канале. Эх. О! Тут какой-то артефакт даже есть. Интересно. А, понятно. Понял. Опять припасов у кого-то нет. Опять кто-то просит помощи. Сколько можно? Я ещё умер. Найс. О! Погодка классная стала. При которой больше FPS, кстати. Не, ну мы такое одобряем. Так. А что у меня тут за квест висит? А! Найти и принести контейнер. Вот он. Да сейчас найду сварок. Не нойте. О! МП5. Причём МП5 с глушителем. Но мне оно уже точно не нужно. Но хотя на продажу. Сколько у меня по весу? 104. Ой, блин. У меня сейчас геркулес закончится и я обосрусь. Это я зря. А из-за чего у меня? Из-за ящика, наверное, который я подобрал, да? Да, он весит 20 килограмм. Ёб твою. Ну ладно, если что, у меня есть ещё два геркулеса. Один геркулес, точнее. Или два. Четыре вообще. Ну и зашибись. Подожди. Что за... Показалось. Мне показалось то, что тут лежала по модельке научная аптечка, а подписанная была армейская. Неужели подумать, что за кликбейт? О, всё, кончился геркулес. Не могу бегать. Ну давай ещё один. Только вот я забыл, где сварок. На вышке, по-моему. Не знаю, но я на всякий случай все дома обыскиваю. Потому что лута тут предостаточно. О, рюкзак. А в нём КПК очередной и три винтовые запчасти. Ой, какие винтовые. Винтовочные. Да. Так, геркулес тут ещё один. Патроны. Это считается тайником. А то, что в рюкзаках я находил, то есть не тайники, да? Понимаю. Все блокады. О, что-то подобрал. Под вот этой херотенью. Да. Вот оно. Сварок, пацаны. Вот тут он лежит. Заныканный. Ну всё, теперь у меня есть сварок. Я крутой. А где, собственно, активировать аномалию вот эту вот пространственную? Потому что не зря ждут вот это вот. Просим помощи, просим помощи. Чёрный ящик. А может это из-за чёрного ящика? Хм. Хрен его знает. Ну, в любом случае, иду сначала на чёрный ящик. Так, мне указывает вот сюда метка. На этот дом. Причём наверх или что? Нет, мне вот сюда указывает. Что тут? Военный. И очередной ящик. Так, в ящике берилы, шлем, медикаменты, артефакты, дробь. И ПД военного пилота. Твою же мать, еле посадили вертолёт. Второй пилот мёртв, а я отправляюсь в точку, где должен встретиться со связным. Надеюсь, он ещё жив. Понятно, блин. Ну вот это, за вот это, конечно, спасибо, но... Ну, берилы, я постараюсь сейчас утащить, а вот по поводу остального вообще не уверен. Со шлемом я уже обосрусь. Так, и где мне всё-таки активировать эту пространственную аномалию? Не понимаю. О, вижу. Вот оно. Ну-ка, давай работай. Аномалия тут, звук идёт отсюда, прикольно. Ну и вывалились, пацаны, да. Нахрена, а главное, зачем? Никто об этом никогда не просил. Так, генерал Таченко, вот он, пока генерал Таченко. Куда ни пойди. Каждый раз возвращаешься на одно и то же место. Туман этот, чёртов, привыкнуть невозможно. Чебурной исчез и с концами. Странно. Может, нашёл выход. Шестой день, вода вышла. А полковник свернулся. Двоих расстрелял и себе пуля в лоб. Я теперь один. Один внутри этой долбаной аномалии. И тёрнуло же меня устроить обрыв связи со штабом. Могли бы забрать, а? Гензи, Тача, Рыбалка. Не было бы никакого долга. А правда, интересно, как бы всё повернулось. Только к чёрту. Капитан Таченко уже мертвы давно. А генерал Долга Таченко сейчас войдёт. Скоро. Вернёт тундру матью. Вместо у богатой птичью. Какая вот справедливость. Блин, который раз переслушиваю эту запись Таченко. И всё равно, очень как-то, не знаю, производит впечатление такое. Так, это у нас под зданием медика. Ещё с первого лагеря. Его пропавшие пацаны, которые несли ему медикаменты. У кого-то из них должна быть сумка. Да. И, конечно же, она весит 8 кг. Вы надоели со своим грузом. Ждите, короче. Я не могу вам сейчас помочь. Подожди. Где геркулесы? Вот они. У меня перевес жёсткий. Так, пойдём последние эти. Древяшки спилим. И чё ещё? А кому принести контейнер надо? Ага, сюда вообще. Ну ёптвою. Ладно, я думаю, разгрузимся на базе. Арты продам. Часть тела продам. Бронику продам. Оружие продам. Попаду в аномалию. Почему бы и нет? Ещё раз попаду. Потому что могу. В общем, сейчас всё продам. И, надеюсь, разгружусь. Могу ходить хотя бы с ними. Потому что сейчас я с ними даже ходить не могу. Так, зомбированные. Но я думаю, на них нужно протестировать винторез. Потому что я с винтореза ещё вообще не стрелял. Так. Нормально, слушай. Прикольно. Пару раз промазал, конечно. Но ничего страшного. Лута с них падает предостаточно. Недалеко от последней деревяшки. Тут какой-то лагерь интересный. Причём пацаны на карте не отмечаются. И поговорить с ними нельзя. Хм. Да, кстати, пока я слушал запись генерала Таченко, последнее задание с сафари было выполнено. И на сей раз квест точно закончен. Квестовая метка тут тоже была, помните, исчезла. Ну, то, что там квестовый персонаж. То есть всё, квест завершён. И написали, хорошая работа, синий, крутая была охота. Какие координаты? Опять неизвестный сигнал. Не, ну теперь ждите, дайте этот продам, пойду всё. Потому что я бегать не могу даже. Профессор, вам посылка от чербана. Он сказал, вы будете в курсе дела. Да-да, спасибо огромное, молодой человек. Вот ваша награда. Ах да, благодаря тому, что вы сняли показатели со сканеров, мы можем отслеживать присутствие артефактов в этих аномалиях. Вот, я зарегистрировал ваш ПДА на отслежку. Теперь вы будете знать, в какой аномалии какие артефакты там находятся. За это вам отдельная благодарность, лично от меня. Хорошо. Так, ну и найс. У меня уже, кстати, 150 тысяч, сейчас будет ещё больше. Поэтому... Этому, короче, некомфортно находиться вот рядом с этим. И вот, присмотритесь, он трясётся, он не может нормально стоять. Либо он очень хочет в туалет, но не может уйти отсюда. Так, ну поехали. Сначала часть тел мутантов, накопившиеся очень много. Капец, одни только часть тел мутантов уже, смотрите, сколько весят. Двадцатку, двадцать один. Ну и получают 34 за них. Найс. Ну и арты. Получается, ломьте мясо. Так, а чё лучше хилит? Колобок или душа? Колобок плюс 4, душа плюс 2. Тогда мы один колобок себе возьмём, а остальное на продажу. Бац, 93 тысячи. Не, ну с деньгами вообще тут проблем нету. ПДАшники вот эти, хрен с ними, за 700 продам. Надоело их таскать уже. Так же, как и вот эти вот по 20 рублей, которые нахрен не нужны. Модуль памяти 35 тысяч стоит. Он мне тоже не нужен. Забери. 129, но 317. Боже. Я думал, я эти 150к буду фармить очень долго. По итогу у меня 300 сейчас. И будет ещё больше, потому что я ещё не все квесты сдал и не всё продал. Так, ладно, я спустился сюда, чтобы продать вот эти вот стволы и броньки, а также патроны. У нас ближайший торгует нормальный только здесь. Ну, чекаем, во сколько мне это всё обойдётся. Так, ну 35 тысяч с этого всего я получаю, с этого барахла. Неплохо, ладно. 352 и того. Так, чё ещё? Да вроде бы всё. Только вот технику забыл запчасти сдать. Сейчас сдам. И можно бежать по оставшимся квестам. Так, ну-ка, чё дашь за детали? 16 тысяч. Нормально. Чиниться я у него, конечно же, не буду, потому что техник на КПП чинит гораздо дешевле. Так, ну погнали. Сначала заберём тут контейнер медика, а потом вот сюда. Так, контейнер, всё. Ой, ёп... Понятно. Снова контролёр. Нафига? А главное, зачем? Никто об этом никогда не просил. Боже, ну и моделька у него тут, конечно, смешная. Так, теперь по главному заданию. О, боже. Вы серьёзно? О, за монолит кричит и кидает гранату. Что? Два человека осталось живых. Я не знаю, что тут происходило, но что-то ненормальное это точно. Так, где ещё? Это военный, окей. В него мы не стреляем. Всё, поговорить с военным. Блин, ну тут ещё трупы долговцев, да? Вообще никого не смущает. Нормально вот тут решили место встречи выбрать. Так, протекта. Хм, это, конечно, неплохо, но я, наверное, уже с чейзером буду бегать до конца игры. Как-то он мне пришёлся по душе. Так, ну что, давай. Тут что-то он не разговаривает. А почему? А, поговорить с военными. То есть, ну вот этого чела вообще пофиг, да? Типа, ну спас и спас. Всё, он будет тут стоять. Классно, понял. Ну, пойдём поговорим. О, а вот и полковник вернулся. Раз, что ты жив, наёмник. Спасибо, что помог наладить связь. Не знаешь, что с моими парнями, которые отправились на это задание? Один из ваших бойцов был жив, но когда я расправился с монолитовцами, он покончил жизнь самоубийством. Да, вообще-то нет. Ладно. Фанатики хреновы, запудрили мы своими молитвами мозги, чёрт. Что там с вашим штабом, они ответили? Да, мы связались с ними. Сейчас мои ребята составляют им путь по воздуху, чтобы те долетели без приключений новых. И скоро будет новый вертолёт. Не меньше, чем через сутки, раньше никак. Но мы верим и ждём лучшего. Как только вертолёт будет на пути к нам, я обязательно тебе сообщу. И как мы договаривались, мы заберём тебя с собой. Я своих слов на ветер не пускаю. Полковник ветров, ну да. Хорошо, тогда буду ждать сообщения от вас. Так, можно снова пополнить бейзапас. Это Карп. Узнал много нового. Я в лагере на КПП. Круто, круто, сейчас приду. Чё, пешком дойти или как? Да ладно, наверное, пойду пешком всё-таки. Всё, я в лагере. Так, и давай сначала сдадим квест ему. Работа выполнена, я пронёс твой ящик. Ух, запарил он тебя, наверное, с таким-то весом. Тяжеленный, конечно, ящик, но надеюсь, оно того стоит. Спасибо тебе, давай его поскорее сюда. Ух ты, все вещи на месте. Товарищи рады будут, что ты пронёс их. Ну что, сталкер, поработал ты знатно. Ждёшь награду? Оно и понятно, ты её заслужил сполна. Могу отдать артефактами, деньгами или наборами медикаментов. Что ближе по духу, то и выбирай. Денег много, медикаментов много. Посмотрим, что за артефакты он даст. Три медузы, найс. Может, ещё чем помочь надо? Да нет, брат, спасибо, сами справляемся. Хотя есть тут одно дельце. Да только сомневаюсь, что ты за него возьмёшься. Что за дело? Давай-ка лейся. Да рассказывать ты особо и нечего. Тварь тут одна недалеко поселилась. Псевдопёс. Хитрый ублюдок. Как стемнеет, к лагерю приходит и начинает выть. Уже нервы всем вымотал. Пару раз наши хотели найти его нору, да только не нашли ничего. Ни следов, ни самой твари. Никто даже не видел, будто и не было никого. Но выть по ночам продолжает. Так вы бы вечером с ним разобрались, когда он к лагерю приходит? Ха, легко сказать. Я ж говорю, псевдосоваки твари хитрые, а этот урод так вообще неуловимый. Да и чтобы ночью на мутанта идти, нужно быть либо последним идиотом, либо Чак Норрисом. Да и то не факт, что повезёт. Сам-то думаешь, что насилишь? А давай, изи. Так, теперь погнали медику, сдадим квест. Ты осторожный, вовремя всё доставляли, а тут вот оно как. Спасибо тебе за то, что разобрался в моей беде. Что ж, раз ты принёс медикаменты, теперь они появятся у меня в продаже. Как я обещал, награды не обижу. Эх, ещё бы курьеров найти в новых нормальных. Ну вот, держи. 2 500, аптечка, бинт x2, аптечка. Да, награды не обидел, так сказать. Человека в экзочее с 400 тысячами в кармане. Тайник. Ладно, может, я там буду, залутаю. Так, я выполнил все задания, а чё, может, тут появились новые? Нужно выполнить старые, в смысле? Что, дурной? Я всё сделал? У меня именно с заданий доски больше не осталось ничего? Интересно, конечно. Ладно. Вот это вот ещё вроде, да, или нет? Я не помню, откуда этот квест у меня взят. И где найти пропавшего сталкера, ну ладно. Снова здравствуй, Хмурый. Убедил. Теперь я точно тебе верю. Я лично и твой труп видел. Ох, чёрт. Соломон жив, и не только он. Что? Где он? Пока не знаю, но не советую его искать, потому что он ищет тебя. Так даже лучше. Надеюсь, что мы поскорее встретимся, потому как в зоне я долго оставаться не собираюсь. Он опасен. Хмурый, мой тебе совет. Не пытайся его найти, а лучше поскорее сваливай из зоны. Погоди. А что насчёт вируса? Узнал что-нибудь? Я нашёл документы о нём. Сейчас они у учёных на ВНЗ луч. Меня должны предупредить, когда будет готово моё лекарство. Хорошо. Пошли туда, пока у тебя есть время. Я должен кое-что проверить вместе с тобой. Пошли. Подожди, а что насчёт Соломона? Откуда ты узнал, что он жив и ищет меня? С моей грёбаной реинкарнацией я успеваю побывать в таких местах в зоне, что от меня становится трудно что-либо утаить. И чё, ничего не рассказал, обманул меня, не стыдно тебе? Блин, надо было сначала задание с псиной выполнить. Ладно, если чё, я в любой момент могу на проводнике отсюда улететь. Так, ну и чё тут? Пока я шёл со своим напарником сюда, он очень много рассказал мне об этом вирусе. Есть же шанс, что ваше лекарство убьёт меня. Слушай, риск есть всегда, это верно. Тем более мы только недавно закончили с первым пробным прототипом. У нас, знаешь ли, нет подопытных, чтобы проверить его в деле. Но убить он тебя не должен. Правда и не факт, что поможет. Возможны побочные эффекты, но и убить не должно. Я тебе гарантирую. Звучит, конечно, обнадёживающе. Но мы не сможем сделать лучше, пока прототип не будет проверен. Дело твоё, хмурый. Если не хочешь, не стоит. Вдруг мы найдём ещё способ проверить его на ком-либо другом. Надеюсь, я не превращусь в громадного паука. Давай его сюда, сейчас его узнаем. Получить достижение страха нет. Ох, ёпт, это что такое? Нормально. Слава богу, ты живой. Как самочувствие? Голова болит? Слушай, твой напарник, он умер. Прямо тут упал и умер. Я не знаю, что с ним случилось. Голова не болит, всё нормально. Расслабься, у него такое бывает. Не бери в голову, предупреди всех, чтобы не волновались. Сколько я был в отключке. Смешно? Бывает? Как это бывает? Человек умер прямо тут, без причины. Что происходит? Да говорю же, не бери в голову. Он не совсем человек, понимаешь? Ай, ладно, не поймёшь всё равно. Объяснять некогда. Дурак, господи, ничего не понимаю. С тобой всё нормально? Всё шикарно. Голова не болит. Ладно, пойду я. У меня есть ещё дела. Не делай такие испуганные глаза, это просто труп. Да. Так, и что теперь? Выбраться из зоны просто у меня задание. Ага. Поговорить с полковником Ветровым снова. Время уже вечер. Ну-ка, если нужно взглянуть страху в глаза, вы можете с уверенностью это сделать, да ещё и доказать всем, что страха не существует. Вы действительно бесстрашны. Да нет, я просто сейф сделал. Ладно, чё? Спасибо за бинткарп, ты как всегда меня выручаешь. Да-да. На, держи. И вот это, и вот это, и всё вот это. И вот эти вот таблитосы все тоже. 35 косых. 407 тысяч у меня уже, я богат, да? Могу даже позволить себе починиться у тебя, но не буду. Ладно, давай напоследок хотя бы выполню задание с собакой. И думаю, можно будет завершать серию. Не знаю, насколько я близок к финалу и близок ли вообще, но вроде этот мод не такой уж и большой. Давай меня на КПП. Так, зашибись. 18 часов. 19 почти. Думаю, посплю до часу. Ой, лесник, ты чё? Ты куда? Ты откуда? Ладно. Всё, задание обновлено. Убить псевдопса. Экипарис прибыл снова. Да кому он нужен? Так, водиться на пицце. К технику сходиться. У него починиться. Не нравится, у меня много бабла. Я, наверное, могу себе систему автозахвата целей позволить. И оптический прицел 5х. Или нет? Или высоко... Нет, высококонтрастное это говно. На экзач у меня всё установлено. Ну, тогда я дробовик могу загрейдить, шо? Жалко, конечно, портить такое число. 400 тысяч. Но хрен с ним. Грейды, кстати, очень дешёвые. В сравнении вот с тем, да, сколько тут стоит починка в основном. Это, конечно, любопытно. Так, и где собака? А, серьёзно? У перехода в Припять? О, заодно сейчас и узнаем, что будет, если в переход войти. Потому что я не знаю, например. Мне интересно, с чем тут переходы, если тут одна локация и несколько подземных используются. Припять-то нахрена? Её даже на карте нету. О, вот она. Фу, всего лишь пси-собака, серьёзно. Легчайшее задание. Ладно, а переход, шо мне скажет? Тебе сюда нельзя или ещё что-нибудь? Или вылет? Давай на сексу лучше сохранюсь. А, путь в Припять закрыт. Справедливо. Наверное, так и с остальными переходами. Не, ну, сектор 1, по-моему, не нужно будет в конце финале. К крайней зоне, скорее всего, тоже закрыто. Понятненько. Умно. Ладно, пойдём получим награду за квест. И хвост, наверное, продам сразу. А, и нужно будет ещё заглянуть к Щербану. Может, у него новые задания появились. Вот ещё что. Но по поводу Скупердяя, жду подсказку в комментариях, потому что я не понимаю вообще. У меня вот сколько бегу, и не было никаких наводок на это. Я вообще забыл про этот квест. Завалил я твой псину дух. Правда, он прыгает от радости. Правда, оказался. Ох, и хитрющая же тварь. Но ничего, я сам не пальцем деланный. Вот это молодец, уважай. Держи от меня награду, заслужил. Сегодня хоть выспимся нормально. Спасибо, наёмник. Помни, тебе здесь всегда рады. Да не за что. Всё, больше квестов у него точно нету. Челу доски так и спит. С доски я задания взять не могу. Ты не знаю, будут ли новые на самом деле. Так, а, ты теперь сюда. И решил перебраться, понял. Держи. Что? Мне это лень технику сдавать, короче. Всё, задания у него тоже больше нету. Ну, зашибись. Зашибись. Всё, что мне сейчас остаётся, это поговорить с полковником Ветровым. Но напишите, пожалуйста, про Скупердяя. Где его искать и что с ним делать. Потому что этот квест просто так оставлять нельзя. Ну и пока что всё. Субтитры сделал DimaTorzok